Недопрезидент Беларуси Лукашенко назначил свой недореферендум по своей недоконституции на 27 февраля текущего года. Понятное дело, что демократические силы Беларуси, объединенная демократическая оппозиция, куда входят все, там, Тихановская, Латушка, Цепкало и так далее, Тихановский, все-все-все-все, Включая Бабарико, тех, кто сидит в тюрьме, тех, кто не сидит, разных совершенно направленностей и разнородных, но в этом они абсолютно схожи и неприятие вот этой недореферендума и недоконституции, так сказать, Лукашенко абсолютно една, что называется, всю белорусскую оппозицию. Почему эта конституция, собственно говоря, ее нельзя назвать конституцией, почему вот то, что сейчас делает Лукашенко, я не знаю, насколько оно, кстати, выгодно самому Лукашенко, он думает по-назарбаевски, типа того, что уйти из власти, поставить марионетку, марионетка будет его править. Короче говоря, он хочет оставить своего Такаева, Такаев будет править, а Путин, мол, на это все будет смотреть, ничего делать не будет. По-моему, вот даже вот эти мысли, они уже довольно наивны со стороны Лукашенко. Там уже давным-давно решение принимается в посольстве Грызловым, а не самим Лукашенко. Лукашенко сам может уже только корове хвост крутить, и то только в том направлении, в котором Грызлов разрешит. Лукашенко сейчас властью имеет, собственно говоря, меньше, чем председатель колхоза, где-то там в Брестской области. Поэтому понятно. Но, тем не менее, вот эта Конституция, если ее так можно назвать, новая, она уменьшает, как власть Лукашенко, де-факто, она делегитимизирует саму Беларусь. Просто потому что, я уже это объяснял, получается в стране вообще нет ничего легитимного, да? И Путин это прекрасно понимает. Президент фейковый, там народное собрание это фейковое, выборы фейковые, все фейковое. Это хоть Конституция какая-никакая была, Конституция будет фейковой, понимаете? Фактически в странах, в которой фейк, 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 это называется файлэт стейт. Страна, которая не удалась. И поэтому Путину ее прибрать к рукам, он уже ее прибрал к рукам, собственно говоря, ввел везде свои войска. Но теперь только будет дело за формальностью. Просто сказать, ну там же вы посмотрите, там вообще сплошной фейк со всех сторон. Вот, то есть, конечно же, Путину вот подобное течение событий и то, что Лукашенко принимает, напринимает на этом псевдореферендуме, очень выгодно. Потому что, потому что он будет иметь дело с ей еще более ослабленной белорусской властью, какой бы она там ни была, а власть Лукашенко, она является фактической властью, она будет еще более ослаблена и, соответственно, ей уже можно будет помыкать совершенно как угодно, не обращая на нее внимания ни в каких вообще вариантах. То есть, Лукашенко у себя дома становится в результате каким-то таким свадебным генералом. Он и так немного-то сейчас власти уже имеет, сдал все, что только мог. Но будет вообще, знаете, собачкой-пуделем на поводке, ни больше, ни меньше.